Музыльманский народ Палестина По моим сведениям Наихудшее положение мусульман сегодня мы наблюдаем в провинции Синьцзянь, Китай Я говорю о мусульманах-уйгурах Да, действительно, мусульман жестоко притесняют в Мьянме, в Палестине Однако в Китае притеснения и издевательства над нашими братьями и сестрами достигли совершенно иного уровня В Палестине мусульмане хотя бы могут совершать молитву Они могут произносить Аллаху Акбар Они могут поститься Могут читать Коран Могут наполнять свои сердца верой Да, они живут в притеснении, без сомнений Однако в Китае власти стараются подчистую искоренить исламскую веру уйгуров Если вы знаете историю, то в середине 20 века территория под названием Туркестан была оккупирована и разделена соседними странами Одна из ее частей была захвачена Китаем и названа Синьцзянь Население этого края это тюркоязычные мусульмане И исторически эта область называется Восточный Туркестан Так вот, китайские коммунисты захватили эту область и сделали ее частью Китая Незаконно сделали К сожалению, многие страны так поступают Вы легко отличите этих людей, уйгуров, от китайцев Достаточно посмотреть на их лица и сказать, что это не китайцы Кстати, мы не имеем ничего против китайцев Однако Аллах, Святой и Велик, благословил эту землю, землю уйгуров, минеральными ископаемыми Это богатая земля, поэтому китайские власти стараются изо всех сил ассимилировать эту территорию и искоренить там мусульманское население Несколько лет назад, согласно отчетам, они начали активно притворять в жизнь свою дискриминационную политику Поначалу это было скрыто от общественности И выявилось это только благодаря некоторым правозащитным организациям О притеснениях стало известно в 2016-17 годах Затем о притеснениях уйгуров заговорили некоторые СМИ И только в 2017 году это выявилось для широкой публики В 2018 году еще больше людей узнало о притеснениях уйгуров Итак, что там происходит? В Китае живут две группы мусульман Первая группа – это мусульмане-уйгуры А вторая группа – это мусульмане-хань Другими словами, китайские мусульмане Да, они тоже сталкиваются с проблемами Однако намного меньшими по сравнению с мусульманами-уйгурами У них тоже есть проблемы, но если сравнивать их положение с мусульманами-уйгурами То их положение намного выгоднее Сегодня большинство уйгуров не могут совершать даже молитву Им не дозволено поститься В Рамадан их заставляют принимать пищу в дневное время Есть сведения, что их заставляют употреблять алкоголь Им не разрешается изучать арабский язык И если они не подчиняются требованиям властей Их помещают в концентрационные лагеря Китайское правительство называет их центрами перевоспитания Многие уйгуры в этих концентрационных лагерях Подвергаются пыткам, унижениям Их заставляют отречься от своей религии Их заставляют прославлять коммунизм, компартию Китая А те уйгуры, кто еще на свободе, постоянно находятся под наблюдением С помощью камер с определением лиц и других технических средств Власти отслеживают буквально каждый их шаг Обо всем этом стало известно правозащитным организациям Почти все из которых не мусульманские Ситуация приобрела настолько серьезный характер Что несколько месяцев назад 22 страны написали открытое письмо в ООН В нем они выразили возмущение по поводу нарушения права уйгурских мусульман в Китае 22 страны из почти 200 стран, входящих в ООН Написали письмо, в котором они указали на нарушение прав человека в Китае И на притеснение уйгурских мусульман И знаете что? Среди этих 22 стран не оказалось ни одной мусульманской страны Все это были не мусульманские, в основном европейские страны Разве это не позор для нас? 56 стран Одна четвертая из всех стран мира Это страны, где большинство населения мусульмане Только 22 страны ООН выразили протест по поводу нарушения прав человека в Синьцзяне Когда у некоторых мусульманских лидеров спросили Почему они не присоединились к тому письму Они сказали, что мусульмане сегодня слабы И что протесты и осуждения не принесут ощутимой пользы Говоря по правде, они могут быть правы Поскольку если они не протестуют и молчат Они возможно применяют одно правило в шариате, которое звучит примерно так Дозволение малого вреда, чтобы избежать большего вреда Исламский шариат позволяет нам оставлять меньший вред, чтобы избежать большего вреда Другими словами, если вы думаете, что протесты, возмущения, санкции не принесут результатов А наоборот приведут к ответной реакции и у вас самих начнутся проблемы То вы выбираете молчание Не имея возможности остановить зло рукой или высказать за языком Вы молчите и своим сердцем выражаете неприязнь и возмущение Это в том случае, если вы уверены, что ваши активные действия Могут привести к жестким ответным действиям, которые могут навредить вам Вы принимаете решение молчать? Шариат дозволяет вам это Но неужели среди 56 исламских стран ни у кого не хватило смелости? А у 22 немусульманских стран она почему-то нашлась Но это еще не все Знаете, что еще более обескураживает и ошеломляет? Что спустя несколько дней 37 стран написали другую письмо в ООН В котором они заявили, что политика Китая в отношении уйгур оправдана Что они на самом деле не притесняют мусульман Что они не нарушают права людей А наоборот просвещают уйгуров Что действия китайских властей это борьба с терроризмом 37 стран подписали это письмо И из этих 37 стран 15 стран мусульманские страны То есть более 40% стран, поддержавших действия Китая И утверждающих, что политика Китая против мусульман правильно и оправдана И что пытки и унижения уйгурских мусульман это правильно Что это борьба с терроризмом 40% из этих стран мусульманские страны Хвала Аллаху Малайзии не из их числа Я не собираюсь называть имена этих стран, подписавших это письмо Однако я хочу разбудить мусульман Разбудить их совесть По милости Аллаха я встречался с лидерами большинства этих стран И когда бы я не встречался с главой мусульманского государства Моя задача как проповедника это передать послание Аллаха Последуют они за ним или нет, это их дело Я не хочу называть их имен, поскольку не хочу пристыжать их Однако моя просьба к главам этих государств такая Если какого-нибудь мусульманина постигли трудности То это подобно тому, как если одна часть тела будет болеть То все тело, все клетки тела отправляются защищать ее Это и есть умма Любой мусульманин, мусульманка, живущий в любой части мира Ваш брат и сестра по вере И если их постигли трудности и испытания Вы должны поддержать их Тем более, если вы обладаете властью Если не можете поддержать, то хотя бы молчите Но поддержать врагов ислама Всего лишь ради кратковременных и ничтожных выгод Это не дозволено в шариате Да, в некоторых случаях хранить молчание это допустимо Если вы слабы Если вы боитесь жестоких последствий Возможно у вас самая низкая степень веры Однако поддерживать неверных Убивающих ваших мусульманских братьев Пытающих их Держащих мусульман в лагерях Как такое возможно? Я не ученый, я проповедник Задача проповедника это слушать ученого И передавать его слова простым людям Ученый может быть очень образованным Досконально знающим про ислам А работа проповедника это понять слова ученого И простым языком передать их основным массам людей Я говорил это два дня назад И я говорю это еще раз Пожалуйста, не продавайте ради своего положения Ради своего места в этом мире Ради власти и богатства в этом мире Не продавайте своего места в раю Приобретая себе место в аду А иначе вы очень плохие бизнесмены Рай это истинное счастье Я подробно говорил об этом на прошлой лекции Что же происходит с мусульманской уммой? Мы становимся все хуже и хуже Было время, когда мусульмане находились на вершине мира Когда Коран только не спосылался А мусульман смотрели свысока Это было время, которое называется Джахилье Период невежества Люди были невежественными Затем Аллах не спослал Коран И сделал мусульман факелами для этого мира Европейцы называют время между 8 и 12 веками Темными временами Темными для них, а не для нас Достижения, которых достигли мусульмане в науке, технологиях Просто феноменальны Мы были на вершине мира Сегодня мусульман огромное количество Более 25% мирового населения это мусульмане Нас более полутора миллиарда Однако на нас опять смотрят свысока Нас притесняют, нас критикуют Мы не можем ничего сделать Почему? В те времена, во времена сподвижников Во времена праведных халифов Мусульмане были близки к Корану и Сунне Сегодня мы очень далеки от Корана и Сунны В те времена у нас не было никаких богатств Мы были очень бедны Однако у нас была вера, наша религия Сегодня мусульманские страны самые богатые в мире У нас есть черное золото Тем не менее, на нас смотрят свысока Нас презирают Знаете почему? Потому что мы отдалились от Корана и Сунны Я прошу моих братьев и сестер по всему миру Эта лекция будет транслироваться по всему миру И хвала Аллаху за это Посредством Ютюба, где у нас более миллиона подписчиков Через мой Фейсбук, где у нас 17,5 миллионов подписчиков А также посредством каналов PeeS TV на английском У которого 100 миллионов зрителей PeeS TV Урду 80 миллионов зрителей PeeS TV Бангла 50 миллионов зрителей И PeeS TV на китайском 20 миллионов зрителей Всех вместе более 200 миллионов как минимум 100 миллионов, посмотрят эту лекцию, иншаллах. Машаллах, мне сказали, что сегодня здесь собралось более 100 тысяч человек, на этом стадионе. Это люди, сидящие на поле, на трибунах. Более 100 тысяч. Однако послание, которое сделано здесь, иншаллах, дойдет до 100 миллионов человек. В тысячу раз больше. Моя просьба к братьям и сестрам по всему миру. Пожалуйста, станьте ближе к Корану и Сунне. Не продавайте ради своего положения, ради своего места в этом мире, ради власти и богатства в этом мире, ваше место в раю. Пожалуйста, не делайте этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!